Доброе утро из машины. Мы отправляемся на завтрак, одновременно на свидание. Еще до конца я не особо проснулась, потому что встала 20 минут назад. Раз в неделю мы выделяем где-то 2 часа с самого утра, с 8 до 10 на свидание. То есть мы в этот день завтраком дома, просим маму мою прийти пораньше, покажем вам, чем мы занимаемся, что делаем, что обсуждаем. Для одной из игр нам понадобится планшет. Можно играть в салон-бук, можно играть в телефон. Игра называется 3D AdWords. И я вам скажу, она не просто поразлится, потому что она проверяет уровень ваших знаний из любых отраслей. Ну, в общем, это интересно именно с кем-то вот так играть. Там на скорость есть вопрос. Я заказала банановые вафли. У нас, кстати, дома еще Ева спит. 8.28. Ну, может быть, сейчас уже проснулась, но когда мы уходили, она еще спала. Соня за Соня. В самом начале, как только нам приносят чай, например, мы отвечаем на вопросы. Эти вопросы можно спокойно в интернете, в свободном доступе найти. По-моему, они называются что-то типа 50 вопросов, чтобы влюбиться. Как-то так. В общем, там даже эксперименты, исследования проводили, что после этих вопросов, после того, как отвечаешь на них на каком-то тренинге, так делали, какие-то эксперименты проводили, люди настолько раскрываются, настолько они, видимо, много о себе рассказывают, настолько как бы в глубины души заходят, что они начинают влюбляться в того, с кем они отвечают на эти вопросы. Вот мы берем, например, там 3-4 вопроса. Особенно интересно, когда вы уже долго в отношениях, все равно есть какое-то чувство приедания, что вы все друг о друге знаете, хотя это невозможно. И вот таким образом можно раскрывать все новое и новое. А пока один есть в туалете. Очень романтично. Даже свидание целое. Я уже все рассказала, что мы делаем. Нам принесли кружки. Крайси, ты готова? Да. Ты первая отвечаешь на вопрос? Да. Насколько близки члены вашей семьи? Близки? Да. Ко мне или друг между другом? В росту. Ну, они. Так, какие члены семьи? Вообще, прям и бабушки, и дедушки, да? Все, ладно, пока Саша просыпается. Буквально вчера ездили в деревню вместе с мамой Саши, к моей маме и моей бабушке. Ну, и вроде там весело сусили, играли в игры. Ну, в целом, как бы, живем все раздельно, поэтому видятся наши члены семьи раз там где-то в полгода, наверное, да? Ну, почаще сейчас. А, тут имеется вопрос между твоими семьями и моими? Ну, да. А, я думала, внутри моей семьи. Считаете ли вы, что ваше детство было счастливее, чем у большинства других людей? Мне кажется, этим мое детство и прекрасно, и твое тоже, что мы не сравнивали, и мы не могли сравнить, понимаешь? То есть здесь написано уже с точки зрения сравнения, было ли оно счастливее, чем у большинства. Не было интернета, не было ничего. Ты проводил лето, как тебе было дано, и потом только ты приходишь в школу, и вот это вот любимое задание, как я провел лето. И ты с интернета рассказываешь, да вот мы там строили что-то там в саду, сюда ездим. То есть особо там дорого, мы куда-то богато не разъезжали. А потом слышишь, как кто-то, а у нас был евротур, а, собственно, ну, неплохо, неплохо. И там куча разных вариантов, как можно было провести. И ты такой, а может быть, я не так уже круто-то провела свои каникулы? Короче, нет, мне кажется, что у меня было очень счастливое место. Реально сейчас, когда все видят, да, кто проводит, все, по сути, нечастливые. Я раньше помню единственное, где я помню, что у Кота было лучше у меня. Тогда кто-то говорит, я там в лагере был, а я не был в лагере, а я был в деревне. Да, представляешь, тебе скажут, что это один человек, два человека максимум. А тут ты можешь зайти в ленту. Целый день там скролишь, поменьше смотреть на жизнь других. Составьте по три правдивых предложения, начинающиеся с мы. Например, мы оба в этой комнате чувствуем. Три. Что чувствуем? Короче, это пример был. Составьте по три правдивых предложения. Начинающие с мы. А, ну окей. Мы семья. Мы пришли на свидание, одновременно на завтрак, одновременно на съемку его блога. И вот мы сидим, все это делаем. Мы родители маленькой девочки. Кузняшка. Мы любим джундука. Да. Может, за сладостью. Мы любим рано просыпаться. Да. Мы оба любим кофе и чай. Мне бы хотелось разделить с кем-нибудь знания. Мне всегда хочется разделить с кем-нибудь знания. Единственное, когда говорит, что это проблема моя, что я, например, что-то узнаю, только-только я сама в этом еще новичок, и я сразу такая, ребята, вот новость классная. Давайте так делайте, а? Мне бы хотелось разделить с тобой. С кем-нибудь. Мне бы хотелось разделить с кем-нибудь Сашей свою старость. Тут так мило. И это про знания. Ну да, старость мне бы тоже хотелось. Когда я чего, вы в последний раз плакали? Я помню. Я тоже. Я съем недавно. Я тоже. Ты чего? Когда текст оставляла. Какой? Мне? Да. И я когда его читал с этим. Да? Да. Два раза при том. Пост, который она написала. Точнее, я думал, что это не пост, это текст для меня. Это текст для тебя. Короче, это был текстом для меня, прочитал, и у меня с тазинком пришло. Так мило было. Это вот тысячный пост у Саши в Инстаграм. Если кто-то не видел. А потом еще раз спустился звук, когда уже читал в Инстаграме. А я, когда писала его. Да сейчас пошла с нами, маленькая. Не вижу. Что я выжимаю? Ну, видишь, там нитка? А я чувствую, там, влажность. А я ночью писала, но перегорелая какая-то она. Мы легли уже спать, и я не могу уснуть. У меня идут какие-то мысли, и они приходят, текст образуется в голове. Я решила писать. Я на десерт взяла кешью кейк. Слышали о таком что-нибудь? Фактически как чизкейк, только вот эта вся часть, она выполнена не из сыра, как привычно для чизкейка, а из кешью замоченного. То есть это такой сыроеческий вариант тортика и сверху шоколад. Сейчас будем пробовать. А я взял цукини кейк. Цукини кейк. Выполнен на цукини. Тоже разминя. Ну, сделаны на цукини. Ты рыбачка, я... Рыбак. Нет. Моряк. Да, он муж своего дела. Ас. Длинное слово. Заболеть им самая распространенная. Кингри. Да. Я не ем мясо, значит, я... Двигай, торгай, 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 торгай. Он один, а перед ним... Стрелок? Нет. Один, два, три, а перед ним... Ноль. Да. Тебе платят за зарплату, а перед этим немножечко... Кабанцы. Тебе ввели в него... Травит, гипноз. Да, он рубит голову, плечи. Солачик. Да. Им и так рассматриваются. Где я? Да. Он стаи. Ложак. Да, такое же слово, как... Нет, такое же слово, вот как ты сказала. Можете. Да. Им накачивают... Насос. Матрас. Перевернуть одну книги. Рожки по-другому. Рожки по-другому. Ложа. По-другому еще. Французское, итальянское слово. Макароны. Да, молодец. Три нуаз. Три на. Это очень даже. Тот, которым помыкают человек, у него нет воли. Слабовольные слова. Нет, он раньше был, потом убрали это. Крепостной. Право. Рап. Да. Сложно. Она светит на небе. Соль, звезда. Нет, она такая загонка. Луна. Да. Блин, нафига я у него слова. Короче, ветер такой, который все переворачивает. Сторм. Вихарю. Буран. Буран. От слова к буран точно. Один на ноге. Носок. Нет, больше. Вот такая форма у чего? Ром. Когда там Наполеон светился за Суворовом, а не битва. Мы с тобой на едим. До свидания. А вот и завтра. Да. Мы узнали, а пришла она, как хорошенький. На нем приносят еду. Поднос. Вот это мое все в целом. Это одежда. Нет, часть чего? Тело. Оно синее на небо. На небо. В общем, самое важное, это последнее слово, можно объяснить ведь сколько? Ведь сколько? Приоритет. Прикольно. Молодец. Очень сложный слово. У меня 12. Молодец. Потому что я раба отвечал на 10-15. Ну что? Ты гадошник? С нами боятся биться. Мы обычно побеждаем. Потому что нас двое. И мы хитрые. У нас есть стратегия. Смотрите, это я. Если вы когда-нибудь попадете с темною в игре, то это знаете, это я. Саня 7-8-9. Вот видите, тут государство у каждого есть. Вот мы сейчас близко к нему. Мы сюда пойдем, наверное, да? Нет, защити себя, защити. Сколько? Цена формы норвежского виска? Давай три. Давай, я за две. Ну, может быть, вообще пять. Две. Один, два, три. Еее. Смотрите, если одинаково отвечают, то кто быстрее ответил? Да. Мы за три секунды. Поэтому надо ответить быстро. Половина России справа. Ура! Да, кстати, это Россия. Сейчас самое интересное. Сейчас вопросы на выбор. По очереди друг на друга нападают. Да, сейчас именно нападаем на землю. Вот на нас пошли, конечно же. Невероятные приключения в России. Итальянцев. Итальянцев. Все про Италию знаешь. Сейчас на время нужно. Сейчас на время. О, это ты знаешь. Длина спринтерской. А, у юниоров, наверное, поменьше. У него на семь с половиной. Десять. Молодец. Мы только что завершили вторую игру. Посмотрите, какая красота. Вся карта завоевана. Саней. Семь, восемь, девять. Ева, что ты кушаешь? Ева. Ева. Ева, ты такой милаш. Я сейчас направляюсь к стоматологу. На самом деле, у меня так много вопросов от вас поступает. Мол, Саша, что ты еще там делаешь? Я же снимала видео про мою историю зубов. И, казалось бы, столько всего позади. Хотела сказать, месяцев. Нет, столько лет работы позади на самом деле уже. Но суть в том, что с точки зрения косметической, да, может быть, выглядит все симпатичненько. Но с точки зрения именно здоровья, да, то есть здоровых зубов, там еще немало работы. Но мы вроде бы финишируем. У меня был рекорд. Один зуб мы делали. Внимание, шесть сеансов по два часа. Двенадцать часов моей жизни я потратила на переделывание зуба. Потому что на самом деле его уже лечили, конечно же. Вот если бы как раз таки не лечили его в государственной больнице, то, может быть, сейчас бы меньше было бы работы. Не может быть, а точно. Мы близимся к завершению. И мне на самом деле даже нравится. Это такая традиция. У меня два-три раза в неделю я хожу к стоматологу. Два часа сеанса я слушаю аудиокнигу. Замечательно. Собственно, что я хотела у вас спросить. Как вы думаете, снять ли мне вторую часть? Историю моих зубов. То есть какие процедуры, какие операции мы еще успели сделать. Какие-то интересные моменты, случаи из нашей практики. На самом деле мне так нравится, что у меня стоматолог вообще уже настолько привыкла, что я все снимаю. Что она мне делает фотосессию зубов. Понимаете? То есть она работает через микроскоп. И какие-то интересные, красивые моменты она фотографирует и потом мне показывает. На самом деле профилактикой можно очень много проблем избежать. То есть обязательно ходить на гигиену минимум два раза в год. Обязательно тщательно чистить зубы каждый день. Обязательно с нитью. Я вот Еву уже приучаю к зубной нити. Но пока что так, конечно, не очень серьезно. Потому что монопучок тоже справляется. Мне кажется, у Евы не будет никогда кариес. Я не допущу. У нас, кстати, сегодня минус 20 градусов. Прекрасная погода. Вон какое голубое небо. Заботливое прилегание и пигментация фиссуры. Это такой большой там кариес, да? Да. То есть был глубокий кариес. Я почистила, все заполировала. Вот здесь вот. Это вторичный дентин. Он имеет такой оттенок. Вот здесь сообщение, сколько летаймера. Я презендировала. Уже близко, да? Близко, да, я здесь. Положено лекарство. И вот реставрация. Вышла из стоматологии. И сейчас немножко могу странно разговаривать. У меня была долгая анестезия. То есть это часов на 7. Я ничего не буду здесь чувствовать. Я успела поспать. Послушать книгу. Я сейчас не осознаю немножко момента этого прекрасного. Но мы закончили все мои зубы. То есть что осталось? Осталось поставить коронки на то, что мы пролечили. Но просто, чтобы вы понимали, это вообще капля в море от того, что мы сделали. Например, взять зуб. Допустим, шестерку. У него все четыре канала пролечены. И так как он очень хрупкий, от него живого места вообще почти не осталось. На него нужно надеть коронку. Именно не винир, а коронку. Потому что каналы пролечены. И вот это еще буквально по два посещения на каждый зуб. С другим уже врачом, который будет мне подгонять коронки по размеру, по глубине, по прикусу. Короче говоря, это уже такая вот больше косметическая тоже работа, нежели лечение. То есть все лечение мы закончили. Все зубы, все мои зубы здоровы. Можно открывать детское шампанское. Обалдеть, обалдеть, обалдеть. Я приехала домой. У нас уже, смотрите, гирлянда на елке. И вот я не знаю, убрать ли вообще шары, чтобы была только зеленая елка и золотая гирлянда. Или оставить шары. Ну а пока я думаю, покажу вам посылку, которая пришла. Это что-то новенькое, необычное. Я, мне кажется, из этой сферы жизни своей ничем с вами не делюсь. Не рассказываю о подобном. Дайте знать, если вам интересно это. Это Пала Санта. Это такая деревяшечка, которую жгут в качестве благовоний для очищения и защиты пространства. Применяется она, когда захотите. То есть можно просто зажечь когда угодно. Можно целенаправленно во время медитации, во время каких-то практик. Кала Санта вообще это дерево, которое растет в джунглях в Перу. Упасный контент. Я ни разу этого не делала еще, поэтому не знаю, чем это закончится. И как долго его жечь, я тоже не знаю. А еще у меня улыбка немножко контуренная. Вау. Пока что, если честно, пахнет просто сожженным деревом. Будет весело, если, знаете, мне прислали просто кусочек деревяшки. У меня сейчас пришла мысль, а вдруг у меня коронавирус, раз я не чувствую запахи. Но какой красивый дым от него. От одного такого маленького кусочка дерева. Он прямо такие рисунки красивые делает. Наверное, мне надо было посмотреть пару роликов на Ютубе о том, как правильно зажигать Пала Санта. Но я всегда делаю наоборот. Я сначала делаю, пробую, а потом смотрю, как надо было. И, конечно же, не забывайте участвовать в моем новогоднем конкурсе. Вот такой мешочек самой разной косметики сегодня разыгрывается. И условие, как всегда, подписаться на мой Инстаграм, подписаться на мой канал. И найти вот этот пост в Инстаграме. И написать к нему любой комментарий. Ай, кто прибежал. Презентуй мешочек, пожалуйста. Просто берите, да, скажи. Молодец. Перед выходом мы с Денисом, когда уходим на работу или куда-нибудь, даем Еве фрустик, чтобы не так было грустно. Фрустик. Мама пошла. Она даже не заметила. Пока-пока, Ева. Мама, танцевать. После танцев просто невероятный заряд на самом деле энергии. Такой, который я, наверное, никогда еще прежде не получала. Потому что это, в первую очередь, для меня, для самой, очень большое открытие, что я вот так могу. Да, ну, в процессе танцев ты какие-то делаешь движения, которые раньше никогда не делал. Ты учишься новому, ты знакомишься с своим телом, с его возможностями. И это очень тебя сближает с самим же собой. Какая-то надпись меня отлично подсвечивает, пока я жду светофор. Я с вами поболтаю. В общем, очень классное чувство. И это очень раскрывает тебя. Наверное, это одна из причин, вообще, почему я пошла на танцы. Я не обязательно хотела только на такие пойти танцы. Я хотела хоть на какие-то пойти танцы. Больше движения, больше знакомства с телом. Бегу сейчас домой. Это единственный, кстати, день на неделе, когда я вот так поздно возвращаюсь. И Ева ложится, ну, вообще, поздно очень. Но что поделать ценой танцев? На самом деле, когда Денис вечером приходит, она настолько активная, настолько ей все интересно. Настолько у нее много энергии, потому что папа пришел, что она вообще о сне даже думать не может. Поехали. 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 Поехали.